приветствую вас друзья с вами евгения таро и сайт маг эксперт орг и вы на проекте карта дня сегодня у нас 14 августа 2015 года и мы работаем с оракулом таро древнего востока этот оракул представляет из себя 64 гексограммы книги перемен и дзин в виде карт что мы с вами будем сейчас делать мы с вами сейчас будем загадывать желание или загадывать вопрос пусть этот вопрос будет допустим о богатстве карьере браке об учебе рождение детей например или же будем просто просить совета на сегодняшний день каким он будет чего ждать чего избегать как себя вести правильно и будем выбирать карту 1 2 или 3 они сейчас вот лежат перед нами в закрытом виде я сама еще не знаю что там нам на сегодня досталось самой очень интересно поучаствовать да и вот давайте сейчас как раз сосредоточимся и продумаем свои вопросы и выберем одну из этих трех карт ну что выбрали тогда я переворачиваю карты для тех кто выбрал первую карту досталась карта дачу воспитание великим и это 26 гексограмма для тех кто выбрал вторую карту ну я не удивлена карта сяого нас преследует в этом месяце прям каждый день она нам выпадает и я уже честно говоря устала читать и значение этой гексограммы 62 но тем не менее раз уж выпадает а куда нам от не одеваться ну и тем кто выбрал карту три выпала карта цуй или воссоединение 45 гексограмма сейчас я покажу эти карты чуть поближе вам вот эта карта дачу воспитание великим 26 это вот наша уже излюбленная сяого гексограмма номер 62 и вот такая карта цуй воссоединение 45 гексограмма и так для тех кто выбрал первую карту двадцать шестая гексограмма гласит следующее не тратя по напрасну силы в вашей судьбе наступила пауза ждите ее окончания в полной готовности не разменивайте эту энергию по мелочам скоро ей найдется более приятное полезное применение желания ваши исполнятся но лишь только в том случае если планку вы не установили слишком высоко помощь придет от тех кто столкнулся с проблемами подобными вашим не пытайтесь силой ускорить ход вещей результат может оказаться обратным то есть это гексограмма нам говорит о том что если вы столкнулись какой-то проблемой с каким-то препятствием обращайтесь за помощью и консультациями только к тем людям которые через эти проблемы проходили а не к тем кто с этими проблемами никогда не сталкивался то есть если вы допустим спрашиваете у кого-то как избавиться от одиночества не ищите ответов у тех людей которые замужем или женаты ищите ответов у тех людей которые были вашей ситуации были одиноки или же допустим у вас проблемы в карьерном плане не спрашивайте у тех кто всю жизнь занимался бизнесом они не сведущие в этом вопросе они никогда не строили карьеры они всю жизнь занимались бизнесом спрашиваете у тех кто сделал карьеру кто прошел через тернии к звездам также эта гексограмма говорит о том что да сейчас вы уперлись в какую-то может быть планку в какую-то стенку и не пытайтесь ее пробить силой возьмите паузу саккумулируйте силы чуть позже вам предоставится новая возможность и эти силы вам ой как пригодятся желания ваши обязательно сбудутся но только если вы их немножечко немножечко уменьшите в объемах да то есть планочку снизите своих ожиданий теперь давайте прочтем что пишет япчин хай об этой гексограмме гора и небо гуа большого накопления прогресс который не может быть остановлен интерпретация накопления будут продолжать расти это знак прочности и могущества вы начинали с чего-то малого но вас ждет огромное богатство никто не может повлиять на прогресс кроме вас вы должны питаться вне дома и вам лучше эмигрировать или вступить в брак за границ если вы спрашивали о богатстве очень вероятно если вы спрашивали о карьере она изменится и пойдет в гору если спрашивали о браке заключать ли вам брак да обязательно заключайте брак будет удачный если спрашивали об учебе учеба даст очень хорошие результаты ну а если вы спрашивали о рождении ребенка то у вас будет сын метафора к этой гексограмме гора внутри небес предвещает большие накопления в любое время вы должны быть готовы что вам предоставится благоприятный случай и это только ваш выбор использовать его или нет судьба в ваших руках ну замечательная на мой взгляд гексограмма дающая нам понять что все обязательно будет здорово классно замечательно по всем пунктам только нужно время чтобы накопить эту энергию и из малого сделать великое в общем замечательно замечательно теперь давайте посмотрим что досталось двоечкам а двоечкам досталась карта сяого уже порядком нами излюбленная в этом месяце значение 62 гексограмма возможно вы разочаруетесь в том кого любите однако не делайте из этого драму наилучший шанс который вернее всего мог бы способствовать исполнению вашего желания вы к сожалению уже пропустили но не расстраивайтесь вас скоро ожидает новая возможность новый шанс данный период отмечен возможностью хороших заработков зарабатывайте друзья зарабатывайте эту фразу я у кого-то слямзила и но эта фраза хорошая однако для дальних поездок этот день подходит мало в настоящее время вы придаете слишком много значения мелочам и тем самым рискуете распылить свое внимание на несущественные вещи и тем самым вы можете унизить себя то есть понизить свои возможности но вот такая гексограмма которая нас предупреждает о том что не нужно из каких-то расставаний и неудач делать драму и трагедию скоро у вас все наладится появится новый на шанс новые возможности смотрите не упустите их на этот раз и если вы запланировали на этот день дальнюю поездку отменяйте не нужно на не увенчается успехом лучше потратьте это время на зарабатывание денег это будет более эффективно для вас ну и не разменивайтесь на всякие глупости и мелочи однако за большие дела не беритесь потому что в тексте япчин хая говорится о том что большие предприятия не принесут большого результата так ну давайте прочтем что написано у него в книге гром и гора гуа мелкого проступка гладко для им но не гладко для ян интерпретация мелкие правонарушения или проступки это гуа рекомендует вести небольшие дела и избегать больших начинаний мелкие проекты принесут успех не стоит связываться с большими предприятиями будьте смиренны и остерегайтесь наказания следуйте по праведному пути тогда вы избежите неприятностей вот если вы спрашивали о богатстве то по этой гексограмме она мало вероятно но тем не менее хороший день для зарабатывания денег если спрашивали о карьере то не гладкая и пока не стоит искать более высокого положения более высокой должности брак если вы спрашивали об отношениях о браке к сожалению ответ неудачный если спрашивали об учебе плохие результаты если спрашивали о рождении ребенка то у вас будет сын ну и метафора к этой гексограмме гром над горой означает небольшой проступок щебетание птиц в небе не слышно остерегайтесь последствий от неправильных поступков будьте скромны чтобы избежать катастрофы ну вот такая гексограмма сяого она судя по всему характеризует не только этот день но и месяц в целом и я думаю что стоит к ней все-таки присмотреться прислушаться и следовать тем рекомендациям которые она дает ну а теперь 45 гексограмма цуй воссоединение для тех кто выбрал эту карту я зачитываю ее значение все что вы сделаете в этот период за что приметесь завершиться успешным результатом некая невидимая сила упрочит ваши отношения с людьми поможет завязать новые тесные контакты которые так или иначе станут для вас благоприятными былые труды и усилия будут оплачены но вас преследует женщина она стремится преградить вам путь помешать осуществлению ваших намерений вмешаться в вашу жизнь несмотря на это желание ваши исполнятся по моему очень хорошая гексограмма номер 45 но давайте прочитаем что пишет о ней ябчин хай болото и земля гуа накопление накопление благосостояния интерпретация накопление приносит счастье и изобилие это гуа означает большое счастье во всем царит гармония нужно поклоняться вашим предкам и божества спиритические сеансы помогут избежать опасности и это гуа благоприятно для тех кто собирается делать инвестиции если вы спрашивали о богатстве то оно придет но не само для того чтобы оно пришло нужно работать и инвестировать что-то если вы спрашивали о карьере предвещает успех хорошо искать помощи у покровителя если вы спрашивали о браке брак будет гармоничный если вы спрашивали об учебе успешная учеба ну а если спрашивали о появлении детей то вас то у вас будет . метафора радость от встречи с хорошим человеком хорошее время для осуществления своих планов луна полная облака легкие и вы насладитесь весенним ветерком ну и хотя сегодня луна не полная а сегодня у нас новолуние но тем не менее гексограмма выпала очень даже благополучная и очень счастливая так что тем кто выбрал третью карту сегодня очень очень повезло как впрочем и все остальные гексограммы на мой взгляд довольно удачные я надеюсь что ответы вас порадовали зарядили хорошим позитивным оптимистичным настроением на целый день а я с вами не прощаюсь друзья надеюсь встретимся завтра в проекте карта дня а пока пока чао